Хороший вопрос насчет защиты прав интеллектуальной собственности. И это актуально для нашей компании тоже. Я бы разделил ответ на две части. Первая – это по отношению к данным, и вторая – по отношению к приложениям. Компания Эзри уважает права интеллектуальной собственности всех других участников. То есть, когда мы публикуем премиальные сервисы, все права на публикуемые сервисы остаются за теми, кто их создал. То есть, мы никогда не говорим о том, что это наши данные. Это все остается за компании, владельцам исходным. Это одно из наших новых приложений о рассказе неких историй с помощью карт. Я продемонстрирую позже это приложение, а сейчас я хочу обратить ваше внимание на эту надпись внизу. То есть, мы всегда сообщаем о том, собственно, откуда взялись данные. То же самое относится и к приложениям. Если они размещаются на торговой площадке Эзри, то их владелец, хозяин остается тем же самым. Ну а вот это приложение – это один из примеров того упрощения, о котором я говорил в первой части доклада, в смысле интерфейса, эргономики. Это такое мультимедийное приложение, которое объединяет данные из геоинформационных систем, из разных источников, в некую такую единоприборную панель. Главная идея состоит в том, чтобы упростить представление информации для технически неподготовленных людей, ну, для таких, как я, например. В данном случае история, которая рассказывает это приложение – это 25 наиболее загруженных аэропортов мира. Моя родина – это город Атланта в штате Джорджия, и там как раз находится один из, вернее, первый по загруженности аэропорт мира. Сейчас приблизим, чтобы посмотреть на аэропорт. Вы видите, мы проходим через множество различных разрешений изображения. Я даже не знаю, где там пределы. Интересно то, что это живые карты изображения, а не статическая система. То есть графическая часть слева, она связана с изображением справа, и это позволяет рассказывать некую историю. Извиняюсь, может быть, это был слишком длинный ответ на этот вопрос, но просто приложение красивое. Но спасибо за вопрос, интересный. Контролирует ли Эзри каким-то образом исполнение лицензионного соглашения для некоммерческих пользователей по некоммерческому использованию сервисов, которые есть, ну, прежде всего, изображения, которые есть в Аргис Онлайн? Другой хороший вопрос. Другой хороший вопрос. И если кто-то хочет коммерческим образом использовать данные, ему нужно к нам обратиться, чтобы мы выработали некое соглашение по такому использованию. То есть в данном случае наша позиция защищает права тех, кто предоставляет эти данные. Да, у нас есть некие средства мониторинга использования. Я бы сказал, что они не такие уж сложные. Но мы считаем, что по нашим наблюдениям большинство людей действует честным образом. В то же время мы полагаемся в том числе и на помощь пользователей, которые могут сообщать о том, что… Ну, у нас, да, были случаи, когда были массовые загрузки данных явно, так сказать, за пределами лицензионного соглашения, но мы не преследуем здесь цель, как бы сказать… То есть технических барьеров мы не создаем. Много лет назад у нас в компании вырабатывалось решение о том, какой уровень обеспечения безопасности и соблюдения соглашений нужно обеспечить. И у нас, конечно, спектр возможных решений был огромный. То есть вот практически не следить за этим, до наоборот очень жесткие меры принимать. И мы спросили наших пользователей, что бы вы хотели, что бы мы сделали. Конечно, пользуйтесь, конечно, что мы не хотим, чтобы это было слишком уж жестко, потому что нам тогда будет трудно использовать все ваши сервисы. И мы, наши пользователи говорили, что мы понимаем, конечно, что нельзя за бесплатно отдать данные, за которые должны платиться деньги, потому что иначе это разрушит ваш бизнес. Ну и мы в соответствии с этим решили действовать. То есть у нас некие среднего уровня средства защиты используются. Но сейчас, поскольку в мире достаточно, как сказать, увеличиваются объемы киберпреступлений, то есть происходит кража, как сказать, логинов, паролей, подмена, как сказать, официальных точек доступа страниц и так далее, возможно, что нам нужно будет пересматривать в ближайшем будущем наши отношения к вопросам защиты. У нас недавно образовалась новая должность в компании, а это руководителя по киберзащите. То есть мы хотим, чтобы использование наших сервисов оставалось простым, но нам нужно все-таки позаботиться о улучшении защиты. И, так сказать, то, что вызывает у меня улыбку, вы, как пользователь компании Эзри, если крадете какие-то данные, худшее, что с вами может случиться, если встретитесь с Джеком Дэншерманом. You wouldn't be an Ezra user much longer. Вы больше не будете пользователем. So enough about that, but that's a good question. Okay, I thought I'd talk a little bit about the vision for the living planet, and then maybe something about 3D GIS, and then that's it. Ну, дальше будет представление некого видения о том, под названием «Живая планета», о том, куда движется информационная технология, трехмерной визуализации. Ну, вот как бы об этом. And I'm, of course, happy to stay here all day to answer any questions. Ну, и, в принципе, потом, после завершения семинара, я тут весь день буду в офисе, так что на все вопросы можно будет ответить без проблем. Вопрос по вот той тепловой карте, где представлялись закачки, ну, вернее, как это называется, предоставление карт в Argus Online. Ну, к сожалению, нету такой вот детально-технической информации, не может он сказать, какой вид обращений был. Ну, это можно, в принципе, выяснить, если интересно. Вопрос, собственно, зачем создавать Argus в домене.ру, если есть Argus в домене.com? Yeah, I think Alexey Yushakov could probably answer a question better than me. Ну, лучше на этот вопрос ответит Алексей Yushakov. But I would say one reason why I'm excited is two reasons. One, I think having something in country is good for several reasons. Но, с моей точки зрения, хорошо, когда в стране есть что-то свое. And, among others, it would allow us to respect the government regulations on things like, for example, resolution of satellite imagery. В то же время это, с технической точки зрения, позволит следовать тем государственным требованиям, которые есть в стране. То есть на разных доменах может, соответственно, для каждой страны, в соответствии с ее требованиями, предоставляться информация. Например, в Индии и в Китае очень трепетно относятся к изображениям высокой детальности и стараются контролировать те изображения, которые входят и выходят из страны. Да, да. То есть в разных странах могут быть свои доменные имена. Как пример практической реализации проблематики ограничения на распространение данных, в Китае данные, которые пользователь видит в Argus Online, он переместился от Европы в Китай, но данные, которые он видит, они на самом деле физически теперь хранятся в Китае. Там китайский дистрибьютор отвечает за инфраструктуру, есть соглашение с правительством, соответственно, которое позволяет данные публиковать, но сами данные физически остаются на территории Китая. Такой вот подход. То же самое, на самом деле, в Новой Зеландии. Ну, по крайней мере, в Новой Зеландии развернута такая облачная инфраструктура, похожая на Argus Online, с чуть более простыми механизмами лицензирования, потому что местные правительственные, например, тоже не разрешают, чтобы государственные муниципальные данные покидали территорию страны. Для этого мы к этому, в принципе, движемся сквозь препоны организационные и иные. Я думаю, что не дойдем. Повторяю вопрос, какая бизнес-модель и какие отношения существуют для разных пользователей, видов пользователей Argus Online? То есть это академические пользователи, учебные заведения, частные, корпоративные и так далее. Очень хороший вопрос. Ну, это то, что называется бизнес-модель. У нас есть, на самом деле, две разных модели. И у каждой есть свои определенные преимущества. Первая бизнес-модель по использованию премиальных сервисов – это годовая подписка. Ну, хорошим примером потенциального пользователя этой модели будет некая государственная организация, которой нужно обеспечить доступ для большого количества пользователей внутри себя на большую территорию. То есть за год выплачивается определенная цена. Она определяется, исходя из площади, которая предоставляется. Сейчас это, как правило, неограниченное количество пользователей внутри организации. Ну, и дается на фиксированный период времени, минимум сейчас год. Ну, цену устанавливает не Эзри, а поставщики изображений. Ну, и мы, естественно, заинтересованы в том, чтобы пользователям было выгодно пользоваться этим сервисом. То есть главная цель при этом состоит в том, чтобы пользование данными таким способом было дешевле, чем традиционным, покупкой данных в исходном виде у поставщика. Это была та модель, которую изначально использовалась для премиальных сервисов от Digital Globe и RapidEye. И есть различные уровни цен в зависимости от размера организации. И есть соответствующие скидки для образовательных и научных учреждений. Но главная идея состоит в том, чтобы сделать это существенно дешевле, чем покупка данных у поставщика. И данные предприниматели нравятся так, потому что мы привезли 2 миллиона ESRI пользователей к плате. Ну, а интерес поставщиков состоит в том, что где-то порядка 2 миллионов пользователей Argus могут стать пользователями их сервисов. То есть это вот такой официальный способ предоставления данных в виде наших сервисов. А другая бизнес-модель – это модель на основе так называемых кредитов. Ну, подобно тому, как вы используете условные единицы на счету вашего мобильного телефона. Или другой пример, когда вы платите за, например, просмотр фильма в кабельном телевидении. Ну, все пользователи Argus пользуются подпиской, и в рамках подписки существует некоторое количество кредитов. И если пользователь подписки хочет обратиться к премиальным сервисам, то он может оценить, в какое количество кредитов станет ему использование этих сервисов. Но в любом случае это остается существенно дешевле, чем приобретение данных. То есть вы платите только за те данные, которые непосредственно используете, только тем способом, которым вы их используете. А это так называемые… в Америке есть такое понятие переходящих минут, то есть когда у вас заканчивается оплата за месяц телефона, остаток переходит на следующий месяц. То же самое будет с кредитами. Мы пока еще не приступили к использованию этой модели для сервисов изображений. Нам сейчас нужно запустить вот эту торговую площадку в начале. Сейчас у нас реализован механизм обеспечения доступа… Да, на основе персональных идентифицирующих ключей. То есть это аппаратное устройство, которое позволяет пользователю не вводить пароли, а просто использовать флешку, которая его авторизует. И очень важно отметить, что эти сервисы доступны на любых устройствах, в том числе на смартфонах. Ну, у нас еще пока идут дискуссии с нашими партнерами, которым в принципе нравится идея публикации их данных через сервисы на любых устройствах. Но пока нет еще ясности, как они будут на этом зарабатывать деньги. Ну, сейчас, в принципе, у нас есть для них хорошая новость. То есть для… когда пользователи используют премиальные сервисы, большая часть оплаты за это использование идет поставщикам данных. Ну, небольшая часть, естественно, отходит Эзри как площадке, которая обеспечивает… платформе, которая это обеспечивает. Но мы продолжаем работать над тем, чтобы во всех наших дальнейших действиях было справедливое распределение дохода между поставщиками, между диссибьюторами и между нашей торговой площадкой. И, в общем, это причина, почему мы делаем это сейчас с Дигитал Глоб в международном масштабе. И мы собираемся развивать это направление вот сейчас в следующей части своей презентации в видении будущего технологии. И расскажу о том, как мы будем этим заниматься. So, я просто хотел еще раз пояснить, может быть, потому что вот понятие кредитной модели, оно вообще совершенно незнакомо нашей ГИС привычкам. Но вот Лори, значит, привел один пример, следует телефонии. Второй пример, самый простой. Вы платите аванс на счет вашего сотового телефона. Эти деньги вы тратите на звонки, на смс-ки, на ММС, на интернет и так далее, трафик. Абсолютно аналогичная схема. Положенная предоплаченная сумма потихонечку тратится на разные виды деятельности. На получение премиальных снимков, которые стоят там какие-то деньги пропорционально площади количеству раз полученных. На задачи построения маршрутов в зон доступности сложной аналитики, которая упомяется на стороне платформы, а для вас не требует никакой покупки программ обеспечения. То есть вот принципиально это аналогичная идея. Там масса нюансов возникает с точки зрения, как это все считать, как это планировать свои расходы, потому что непонятно, сколько денег я потрачу. Мы привыкли, что в месяц мы тратим 600 рублей на мобильный телефон, потому что мы так делаем уже 15 месяцев подряд. Это опыт, который нам подсказывает, как оно будет в будущем. Здесь будет то же самое. Поначалу это трудновато понять, сколько надо оплатить вперед, чтобы все это не встало на перепутье. Но в целом идея такова, и это должно приводить к снижению конечных затрат потребителя на получаемые услуги. Как это происходит со всеми сервисами, которые становятся все более массовыми? Хорошо, сейчас Лори скажет еще пару слов о кредитной модели. Я думаю, поскольку тема животрепещущая, мы лучше это отложим на обсуждение потом, чтобы сейчас те люди, которые не сильно заинтересованы в этом, могли послушать вторую часть. Да, даже в Америке сложно людям объяснить эту модель, но я постараюсь. Ну, вы можете представить себе кредиты как новый вид денег. И можно себе представить, что использование сервисов, платных сервисов, это некое, так сказать, взятие программного обеспечения на прокат вместо того, чтобы его покупать. Ну, в старые добрые времена, Эзри, так сказать, продавал вам, грубо говоря, диск с программным обеспечением и руководствами. То есть вы заплатили бы кучу денег, там, тысяч рублей, и, значит, установили себе настольный компьютер и работали бы с этим программным обеспечением. Ну, в новые времена, в эпоху интернета, социальных сетей и онлайного доступа нужен другой способ. То есть мы продолжаем поддерживать традиционную модель продаж, но в то же время нужно обеспечивать мгновенный доступ к тому, что нужно людям. То есть некое количество кредитов вы всегда получаете, когда подписываетесь на сервисы Рогис Онлайн. Эти кредиты можно также себе представить, как некие полетные мили, которые бонусы, да, получаете, летая самолетами одной авиакомпании. Сейчас эти бонусные мили можно использовать и для оплаты билетов, и для оплаты гостиниц, и для аренды автомобилей. Ну, как Сергей на самом деле уже сказал, вы можете использовать эти кредиты для разных задач в Рогис Онлайн, для геокодирования, для оплаты премиум сервисов и так далее. Да, каждое обращение стоит небольшую сумму в тех же кредитах, то есть вы плачете только в том случае, когда их используете. Как я уже говорил, в новой модели бизнеса на основе вот этой торговой площадки мы предоставляем и данные, и приложения. То есть, то, о чем мы сейчас говорили, это касалось только предоставления данных. However, it's even better for the apps. The business model is 100% of the selling price of the app is kept by the partner. The business model is 100% of the selling price of the company. Просто в той части, которая касается программ или приложений размещенных в магазине, она еще интереснее для разработчика, потому что там 100% денег остаются у разработчика. Эзри не берет себе никакой процент. То есть, для Эзри интерес состоит в том, что эти приложения все равно будут использовать кредиты в рамках подписки Аргис Онлайн. То есть, пользователи все равно оплатят затраты Эзри кредитами на те операции, которые он будет выполнять с помощью этого приложения. So, it's a new thing for us. It's going to take a little bit of time to get it to work properly. We have to be a little patient. Для нас, в принципе, это новая вещь. Мы и раньше таким не занимались, поэтому нужно будет некоторое время для того, чтобы все устаканилось и было определено и четко все ясно. Но, что я считаю, это даст всем нашим пользователям. Это облегчит доступ к дисфункциональности, облегчит способы работы с данными, облегчит способы платежей. И легче будет поделиться своими результатами с другими людьми. Last comment. We will still continue with the traditional model. It's not going away. It's here for a while. But I believe the new online marketplace will become the future, a key part of the future of Эзри и ГИС. Yes. Okay. Regarding unlimited plans. Yes. There are different subscription packages being put together now for organizations, including unlimited plans. У нас сейчас есть разные варианты подписки на сервисы Argus Online, в том числе и безлимитные. So these are all being custom negotiated right now as we speak. Но пока это сейчас делается на индивидуальной основе с разными пользователями. Okay. Okay. Good. And we'll talk more about this in a little bit. So, you know, we mentioned the three premium services. This is the third one. We talked about global basemap and first look. This third one is the full resolution, full band multispectral. В конце первой части презентации я рассказал о двух сервисах. Это первый взгляд, глобальная базовая карта. А сейчас я расскажу о третьем виде сервисов. Это многозональная съемка. So, this one is a little different than the other two. This one is designed for analysis. Этот сервис отличается от предыдущих тем, что он ориентирован на анализ. This uses the ArcGIS image server technology with image services and mosaic datasets. Для реализации этого анализа используется технология Argus Server и работы с мозаичными наборами данных. And it's designed for advanced image processing applications. То есть, она рассчитана на усложненную обработку изображений. Okay. And so, unlike the other two services which are constantly spinning, this is on order. In other words, a customer says, I want this particular area, and then they provide it. Если два предыдущих сервиса работали, так сказать, в постоянном режиме на всю территорию, то здесь операции выполняются по запросу пользователя. So, the customer places a request, and then that request is fulfilled. То есть, результаты обработки генерируются по запросу пользователя, а они существуют как предварительно созданные. But it's not downloaded, it's on the cloud online. Но при этом не нужно ничего, никакие данные загружать. Вся обработка делается в облачной инфраструктуре. Пользователь получает готовый результат. So, let's see. I think that was it on the premium services. I wanted to talk for a moment about how the sales and marketing is intended to work with this. Сейчас я хотел бы сказать, как у нас маркетинг и департамент продаж работают вот с этими сервисами. So, this is a chart that not everybody gets to see. This is kind of a secret chart. But this is how we are organized internally for marketing. Здесь, ну, можно сказать, для внутреннего пользования слайд. Это как мы классифицируем пользователей для выработки маркетинговой стратегии. У нас есть разные отделы, которые занимаются разными направлениями, вот, группами пользователей. So, each one of these teams has a team leader and then a whole series of people that build templates and solutions and capabilities to solve problems in that area. В каждом отделе есть свой руководитель, который определяет стратегию его работы. Есть люди, которые занимаются разработкой различных алгоритмов, продуктов, которые интересуют пользователей в соответствующих направлениях, то есть, можно сказать, отраслях. So, the idea is that this team will put together, for example, a solution for oil and gas or forestry or mining or water resources using the premium services. And they will show an example of how premium services can solve a problem for forestry, for example. То есть, задача каждого отдела состоит в том, чтобы создать некое решение на основе премиальных сервисов, которое покажет пользователям в соответствующей отрасли, как они могли бы решать свои задачи с помощью этих сервисов. And so, these templates are put together, and generally they're free, and we put them up in what we call the resource center and make them available to the world. Который может любой заинтересованный пользователь скачать и посмотреть. So, this is what we call best practices. Это то, что мы называем передовым опытом. And there's a lot of interest in this, because it's different everywhere in the world is different. How resources are managed in Russia versus the United States, or how land cadastro is managed in China versus in India. Интересно то, что для нас интересно то, что в принципе в разных странах несколько по-разному решаются эти задачи. То есть, например, вопросы ведения cadastro в Китае могут отличаться от аналогичных вопросов в Индии. So, the users like this, because this takes them beyond just the technology, interesting as it is. And this gets them to the solution to a specific industry problem, a vertical industry problem. It's a solution. So, the way land is managed in different countries varies quite a bit. from countries like China versus India versus the United States. And so, how the authorities map and manage the land needs to have a different template. Yeah, we provide generic templates that show how you can create the basic capability, and then it can be adapted. Понятно, что поскольку в разных странах есть различия в решении одних и тех же задач, например, управление землями там в Индии, США и Китае имея свои особенности, мы предоставляем некий обобщенный универсальный шаблон, который вы можете адаптировать к своим условиям, и мы, соответственно, документируем то, как это сделать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...